МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона вам расскажу я, Ольга Алексеева и корреспонденты национального телевидения Чуваши. Смотрите сегодня. Сто тысяч к столетию. Муниципалитеты Республики решают, на что направить дополнительные средства. Проекты для жизни. Умаринского посада в приоритете сельское хозяйство и туризм. Гордость вуза. В педуниверситете назвали 90 лучших выпускников. Сегодня ушел из жизни Ферит Гебаддинов, председатель Совета общественной организации национально-культурной автономии Татар Чувашской Республики. Он был очень активным человеком. Помимо Совета входил в Президиум национального совета Всемирного конгресса Татар, в Совет по делам национальности Чувашии и везде успевал. Получив специальность, кульпросветработника Ферит Гебаддинов до 1985 года работал директором Дома культуры в родном селе Комсомольское, затем в отделе культуры. В 1987 году возглавил местную школу искусств, где и трудился до последнего времени. Его культурные проекты – фестиваль молодежной татарской песни «Урмай Моны», фольклорный фестиваль «Арт Мартхеа», международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «Урмай Залида», известный на весь мир. Ферит Гебаддинов имел многочисленные награды – Чувашии и Татарстана. Он – заслуженный работник культуры сразу двух республик. Фонд развития промышленности Чувашской республики ищет инвесторов. Сегодня были намечены первые шаги на пути сотрудничества с компанией «Электрорешения». Она работает на российском рынке электротехники. В Рио главы Чувашии Олег Николаев и учредитель фирмы Дмитрий Назаров обсудили возможность размещения в Чувашии нового производства. ЕКФА стала одной из первых компаний, которую заинтересовали благоприятные условия ведения бизнеса. Потенциальные инвесторы посмотрели, как работают индустриальные парки в Чебоксарах и Канаше, осмотрели земельные участки, в том числе в Новочебоксарске. Прежде всего, ваш регион для нас является некой меккой, притягательной по людям. Компетенция, которая сегодня сложилась в массе своей в этом регионе, это большое количество профессионалов в электротехнической отрасли. Это инженера, это конструктора. Это не может не привлекать такие компании, как ЕКФ, ввиду того, что основой нашего развития является разработка электротехнических изделий. Сегодняшний приезд представителей ЕКФ Дмитрий Лаврович, я воспринимаю как первый сигнал нашей деятельности по трансформации Института развития Чувашской республики и четкой координации деятельности всех предприятий, которые направлены на поддержку и развитие инвестиционного процесса и предпринимательской активности на территории республики. Отметим, ЕКФ – крупнейший российский производитель низковольтной электротехники. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. Программы фонда «Моногородов», «Сельское хозяйство» и «Туристическая сфера» – так определил точки роста Мариинско-Пасадского района в Рео главы Чувашии во время обсуждения проблемы муниципалитета. Мариинский Пасад и район называют одним из туристических центров республики. Здесь находится более 60 исторических памятников. Задача, по словам Олега Николаева, сделать так, чтобы туристам здесь понравилось и они захотели вернуться. Старая пристань уже давно канула в лету и теплоходы перестали заходить в старинный Волжский город. Нужен новый причал, а заодно и благоустроенный пляж. Да и сама набережная, где сосредоточены объекты культурного наследия, тоже должна быть реконструирована. Техзадание у нас подготовлено, сводный смертный расчет подготовлен. Более 19 миллионов денег требуется на само строительство печальной стенки около 60 миллионов. По проектным работам уже деньги решены и вам, и Козловке. Мы принимаем решение, выделяем вам деньги на проектную работу, поэтому начинаете процедуру аукционов. Еще одно перспективное направление – развитие производства по программе фонда «Моногородов». В предприятии «Морпосадкабель» сейчас прорабатывает инвестпроект по созданию новой продукции, которая поможет вытеснить с российского рынка китайскую. В течение четырех лет планируется выход на полную мощность. В ближайшее время состоится презентация проектов всех моногородов Чувашии, в том числе и этого предприятия. Есть такая программа по моногородам, что там выделяются деньги, ну, как можно сказать, 250 миллионов на срок на 15 лет под 0%, только нужна гарантия банка. Вот такой проект есть именно, ну, вот производство. Будет стабильная экономика, будет развитие и социальной сферы. В районном центре скоро появится новая школа на 375 мест и стадион. Старая постройки еще 1953 года не отвечает ни нормам САМПИНА, ни нормам безопасности. Это лишь малая часть тех предложений, которые должны войти в пятилетний план развития муниципалитета. За этот период в районе хотят реализовать 28 инфраструктурных и 7 коммерческих проектов. Главная цель вот такого рода поездок – напрячь нас самих всех с тем, чтобы эти программы или задачи, которые будут входить в эту программу, были вот на текущий момент, ну, такими кажущимися, может быть, даже невозможными для реализации. Это с тем, чтобы мы, когда дойдем до рубежа через 5 лет, чтобы получили совершенно иную картину существования или жизни Чувашской республики. А вот строительство блочно-модульных котельных на совещании продолжили не откладывать на 5 лет. При правильном подходе их можно запустить уже к сентябрю 2021 года. Пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике муниципалитета. Бюджет недосчитается более 30% поступлений. В районе не хватает средств на реконструкцию сетей и ремонт дорог. Одно из возможных решений – бюджетный кредит. Во втором полугодии на компенсацию потерь от коронавируса муниципалитеты начнут получать дотации из бюджета. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Республика. В год-столетие Чувашской автономии. Населенные пункты республики получили по 100 тысяч рублей. Деньги уйдут на благоустройство и развитие. На что именно – решают сами жители районов. О том, как собираются распорядиться средствами жителей Октябрьского сельского поселения Марпасадского района в нашем сюжете. Октябрьское сельское поселение состоит из семи населенных пунктов, где проживают почти 1800 жителей. Большинство своих голосов они отдали за то, чтобы в их деревнях появились детские и спортивные площадки. А в селе Октябрьское – крыша над сценой для проведения праздничных мероприятий. И это только часть проектов, которые поддержали жители района. Между Хараньялами и передней багажей речка Аниш. Вот они там захотели сделать мосты. Два моста там будет построено. Затем в деревне из Сирикасы будет уличное освещение проведено. Там не до конца 150 метров не хватило. Три столба поставим и также 150 метров сип-провода протянем. Установка памятников, оснащение домов культуры, изготовление печатной продукции. В республике на проекты по благоустройству и развитию предусмотрено около 300 миллионов рублей. Между муниципальными районами и городскими округами средства распределяются двумя способами. Сельским поселениям по 100 тысяч на каждый населенный пункт. Малым городам и городским поселениям, исходя из численности населения. В результате проведенного голосования отобрано 1873 проекта. Из них 1712 проектов на территории сельских поселений, 161 проект в городских поселениях, в малых городах и городских округах. Если говорить о направлениях, то по созданию детских площадок отобрано 575 проектов. Их наибольшее количество. Благоустройство населенных пунктов 400 проектов, установка из целых 363, организация освещения 163 проектов. Выбранные проекты должны поступить на рассмотрение в Минсельхоз Чувашии до 11 июля. Проект постановления распределения средств между муниципалитетами будет сформирован к середине месяца. Ольга Алексеева, Татьяна Иванова, Юрий Марков, Андрей Шоклев, Республика. В Новочебоксарский городской суд направлено уголовное дело по уклонению от налогов на сумму более 100 миллионов рублей. Обвиняемое лицо, экс-руководитель общества с ограниченной ответственностью СУОР. Прокуратура Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной организации СУОР. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организации, в совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем строительной организации, уклонился от уплаты налогов за период с 2014 по 2016 года на общую сумму более 100 миллионов рублей. Преступление совершено путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о якобы понесенных его организацией дополнительных расходов, в том числе в явно завышенном размере. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой Республики в Ночебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого был заложен арест в том числе на долю в уставном капитале ООО СУОР и денежные средства, находящиеся на банковских счетах на общую сумму более 136 миллионов рублей. 2020-й для Республики год сразу нескольких крупных политических кампаний. Первое – общероссийское голосование за поправки в Конституцию уже состоялось. На очереди выборы главы Чувашии и органов местного самоуправления. О новациях этого политического сезона в нашем сюжете. Баллотироваться на пост главы Чувашии намерены 8 человек. Четверых выдвинули партии – КПРФ, ЛДПР, Пенсионеры России и Патриоты России. Еще четверо идут с самовыдвиженцами. Всем им необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть заручиться поддержкой депутатов местных органов власти. А самовыдвиженцам еще и собрать подписи в свою поддержку жителей Республики. Всего 4632. Новелла этого года – Чувашия участвует в эксперименте по электронному сбору подписей. Любой человек, желающий поддержать того или иного самовыдвиженца, может зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, выбрать задачу «Мои выборы», войти в избирательную кампанию главы Республики, ознакомиться с информацией о кандидатах и поставить свою подпись. Информация от избирателя идет в информцентр МВД, там проверяются его данные, затем в личный кабинет кандидата. Кандидат смотрит, оценивает, подтверждает, что принимает подпись. И затем простым нажатием кнопки, заверенным усиленной, квалифицированной электронной подписью, он заверяет и нажимает на кнопку, и направляет весь этот мотив данных в Центральный избирательный комиссию Чувашии Республики. Количество электронных подписей может быть не более 25%, то есть 1158. Если человек за одного и того же кандидата сначала подпишется через портал, а затем еще раз в списке на бумажной основе, засчитает только одну электронную подпись. У нас в Чувашской Республике на портале государственных муниципальных услуг зарегистрировано 87% наших граждан, то есть практически каждый имеет возможность, не выходя из дома, определиться своим выбором, определить свою гражданскую позицию или поставить подпись за того кандидата, который ему близок. Второй момент, если у нас человек по каким-то причинам забыл эту подпись, либо у него имеется неподтвержденная учетная запись, он ее может восстановить в любом МФЦ, находящийся в него дома в любом центре занятости и в любом отделении пенсионного фонда. Пока в эксперименте по электронному сбору подписей участвуют два самовыдвиженца. В Рио главой Чувашии Олег Николаев и предприниматель Андрей Эльдеменов. Сбор подписей продолжается до 24 июля. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Шоплев. Республика. Награда нашла своих героев. Новым орденом имени Николая Пирогова за особые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией наградили двух врачей из Чувашии. Одного из них Сергея Ефимова. Мы поздравили в формате видеоконференц-связи. Уже три месяца он находится в красной зоне. Как Вы считаете, Сергей Витальевич, вообще насколько эта награда, она важна и нужна для врачей? И что она значит лично для Вас? Конечно, она очень значима. Она очень большое значение имеет. То есть это признали на наш труд. Это ведь награды всем сотрудникам, кто сегодня борется с ковидом. Ясно, что каждому медаль или орден дать не получится. Но очень хотелось бы. Вообще больница скорой медицинской помощи, она традиционно всегда на острие всех чрезвычайных ситуаций. Что бы ни случилось вообще. Как правило, это самые тяжелые больные. Это больные, которые имеют экстракобидную патологию. То есть это пациенты, во-первых, в возрастной категории 55 плюс и более. А самому старому пациенту или возрастному пациенту, это 34 года, ну, считайте, 86 лет. Это больные, имеющие сердечную патологию, у него сахарный диабет. То есть вот такие пациенты, они лежат у нас сегодня в отделениях ВСМП, лежат в хирургии, в нейрохирургии, в неврологии, в терапии, в урологии. Они имеют еще дополнительную патологию, да, сопутствующую. Плюс вот это ковид-инфекция. Поэтому сегодня ВСМП действительно на острие. Орденом имени Николая Пирогова награждена и заместитель главного врача на Чебоксарской городской больнице Вера Алексеева. Ей удалось не только в кратчайшие сроки открыть инфекционное отделение после ремонта, но и одновременно обучить медперсонал работе в условиях пандемии. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика. В этом году Чуварский педагогический университет имени Яковлева заканчивает более 500 студентов очной формы обучения. Сегодня впервые состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников 2020 года. В год 90-летия вузы перед главным корпусом Чуварского государственного педагогического университета прошло чествование 90 лучших выпускников, добившихся значительных успехов в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности. Как раз таких, какими бы мы хотели видеть школьных учителей. Я хочу вас уверить, система образования Чувашской республики находится в ожидании вас. В ожидании тех мыслей, тех ваших желаний, которыми вы сейчас наполнили. Пандемия коронавируса не стала препятствием для проведения столь торжественного мероприятия. На церемонии были соблюдены все профилактические меры. Стулья расставлены на расстоянии полторы метра. Предусмотрены отдельные микрофоны для выступающих, а также перчатки и маски. Такие предосторожности не омрачили настроение выпускников, стоящих на старте своей карьеры. Я закончила университет на «Отлично», получается, по всем предметам у меня «Отлично». И также диплом защитила на «Отлично» с похвалой ГЭК. Я тоже защитила диплом с похвалой ГЭК, иду на «Красный диплом» и активно участвовала в творческой жизни университета. В стенах Чувашского государственного педагогического университета получилось у нас запустить свой медиа-центр студенческий, который освещает события университета, делится с достижениями студентов, подавателей и так далее. Выпускники искренне желают сегодняшним абитуриентам, чтобы их студенческая жизнь была такой же яркой и интересной, какую прожили они в стенах педагогического университета. Анастасия Миловидова, Андрей Шоклев, «Республика». Хоккейный клуб «Чебоксары» – серебряный призер первенства ВХЛ сезона 2019-2020. Такое решение приняли Федерация хоккея России и Высшая хоккейная лига. Победители и призеров определили в особом порядке. Учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф. Команды, победившие в первом раунде финальной части, получили места с учетом набранных очков в основном турнире. Подсчитали также разницу забитых и пропущенных шайб. Первое место присудили команде из набережных Челнов. На третьей строчке турнирной таблицы в минувшем сезоне расположилась команда «Динамо Алтай» из Барнаула. Это были главные новости вторника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова